Телесианса. Я светлая, чистая душа, частица источника жизни, проявляя волю здесь и сейчас, заявляя намерение освободить мое пространство и пространство моих детей. Сына Марка, дочери Марии, отмешательств Антимира во всех временах, прошлых воплощениях. По оконам воли души подтверждаю и закрепляю мое намерение выхода из матрицы, убирая негативную информацию, связанную с нами со всех информационных полей мироздания. Запрещаю Антимиру предъявлять к нам претензии, оставлять крючки, чипы, зацепки, импланты, окончательно расторгая все договора с Люцифером, духами, интерферентами, демонами Ильей Мамаевым. Возвращая свой истинный статус души, волю, силу, уверенность в себя, чистые мысли, передаю алгоритмы освобождения душам, которые попались в ловушки Антимира по моей вине. Что касаемо аспектов. Очень важный момент есть. Так как я мама и дети находятся в моем пространстве, хочу помочь дочери Марии. В прошлом сеансе мы увидели, что она богиня, исполнить ее глобальную миссию. Помочь светлым братьям и сестрам в очищении и освобождении нашего мира. В течение полутора лет мы взаимодействовали со множеством специалистов, от хирургов до реабилитологов. Очень смущали массажистки Ольга и Наталья. Первый рассказывал об увлечениях эзотерикой и магией. Пусть Маша проверяет свое личное пространство, очищается от любого воздействия и отдает карму магам, колдунам, вампирам и отменяет контракты с Люцифером. Возвращает правильное функционирование ручек, ножек на физическом эфирном уровне. Возвращаем ее право на счастливую и полноценную жизнь. И, конечно, если будет время, возможность, есть еще пару моментов, несколько аспектов. Вот один из них. Хочу помочь сыну Марку найти и убрать причины плохой речи. После нашего предыдущего сеанса, я вам очень благодарна, он стал говорить. То есть до этого были элементарные вещи из серии «мама, папа, отдай, пойдем там киса, собачка, гав» и все. Но сейчас он говорит все свои мысли, проявляет себя. То есть полноценная хорошая речь. Но остались эти моменты, что он именно жует, он как-то не выговаривает. Очень хочу проверить его эфирное пространство и убрать под ключики, чипы, импланты. Пусть расторгает контракты, наполняется светом, спокойствием, радостью, гармонией. Живет согласно конов Сесвит. По мне, хочу разобраться с причиной возникающей злости, раздражительностью, усталостью, иногда гневом. У меня где-то в месяца полтора-два постоянно прям вылезает фраза. Как же меня все задолбало, если честно. Оно прям выходит, я даже себе это держать не могу. И знаете, вот с бывшим мужем Савелия мы практически не общаемся, только на уровне моментов, связанных с детьми. И однажды я его заблокировала, но после разговора с дочерью этого не сделала. Он присылает какое-то сообщение очередное. Но это его эмоции, обида на меня. И я прям почувствовала, почувствовала страх. То есть я даже понимаю, как страх выглядит. Я его ощутила в области груди. И также этот страх возникает и дрожь по позвоночнику в районе копчика, когда я думаю о предстоящем суде, который будет в январе. Это бракоразводный процесс. В общем, я на это всё не согласна. Я обречаю причину такого самосаботажа. Возвращаю мою волю, силу, духу, творчество, женственность, мудрость. Вберяю свою жизнь в руки первого дворца. Я вспомнила, что было крещение двух девочек, Вероники и Миры. Я осознала своё заблуждение и не желаю быть связанной с христианским эгрегором ни под каким соусом. У меня остаются только опыт и знания. Всё. Передаю информацию о моих сеансах и алгоритме освобождения всем душам, с которыми взаимодействовали в этой прошлой жизни. И очень странная ситуация. Это касаемо моего отца Александра. Его уже нет в живых лет 18 как. Раньше у мамы сильный страх был касаемо мужчины, который был виновен в ДТП. Папа, получается, забыл о столкновении и вот он погиб. О столкновении двух машин. Виновник ДТП, имя его Шамат, ему присудили определённую сумму компенсации, которую он должен был возместить моей маме. И много лет она боялась с этим всем связываться, туда как-то в прошлое своё погружаться. Почему-то сейчас говорю, у меня так потряхивает странно. И что? Вот, и получается, за всё время, что, ну вот, я говорю, 18 лет прошло, за всё это время он там выплатил тысяч 10, наверное, здесь суммы, и всё. Но самое интересное, вот у меня брат подрос, ему сейчас 23 года, и он решил через своих каких-то знакомых найти этого мужчину. То ли его обманули, то ли что, в чём проблема, я не понимаю. Этого мужчину сказали, что нашли, мол, как его там, ну знаете, угрожали, что давай выплачивать деньги. Ну, прессовали, скажем так. А тут приходит маме письмо о том, что, оказывается, этот мужчина уже не жив, то есть его нет. И произошло это несколько лет назад. Хотя вот в тот период, когда, мол, он умер, может, на самом деле умер, его уже нет. Она обращалась тут для, там, ну, каких-то очередных документов, справок, и было всё нормально, ей удовлетворили в её языке, всё хорошо. А тут, оказывается, он умер, и она вообще не понимает, что происходит. Либо он умер на самом деле, тогда как бы эти знакомые моего брата представали, то есть вообще непонятно, что происходит. Вот, и на самом деле много лет прошло, вот результата никакого нет, и мне хочется всё-таки узнать, в чём причина, если есть такая возможность. Да, и вот такое есть выражение, да, кидать на деньги. И мне интересует, почему меня и мою семью позволено вот так вот кидать на деньги, да. И где было моё решение одобрения на это? Хочу отменить контракты на бедность, нищету и вернуть благополучие мне и моим детям. Ну, смотри, сделала аварию кто? Что ещё раз? Ну, авария была у мамы, да? Нет, у папы, у папы. Вот он погиб. Папа. А папу как зовут? Александр. А маму? Наталья. А ещё будут какие-то аспекты? Нет, всё это самое основное, что я чувствую. А ты сказала, что хочешь освободиться от Ильи Мамаева, а что связывает тебя? На самом деле, до наших сеансов я даже про такого человека не знала. Я никогда не заходила ни на канал Селенозора, ничего не делала, не рисовала. А он как-то вылез, что у меня был... Слушайте, я сейчас говорю, а меня так трясёт всё, я даже произнести слово не могу. Получается, он вылез, был... Ну, говорят, что какая-то у меня интимная связь с ним была в прошлом, и откуда, скажем так, я свой пьедестал светлый потеряла, и откуда контракт на детей двух появился. Там какой-то контракт был, сейчас скажу, как он звучал. Ну, это неважно. Короче, у тебя был сеанс с Тарасом, с Аней. Ну, был, да, но мы уже отменяли. Да, и через них передалась эта информация. Ну, возможно, да. Ты хочешь посмотреть, как это происходило? Ну, потому что очень странно, потому что... Ну, если ты не делала никаких ритуалов... Нет. Если ты о нём не знала, то каким образом ты с ним можешь расторгнуть контракт, если ты его не знаешь и с ним не соприкасалась? То есть он, по всей логике вещей, ну, не должен вообще фигурировать в твоём пространстве. Ну, да, мне тогда интересно вообще, откуда он вылез, и что меня с ним связывает. Ну, кто тебя с ним связал? А, даже такой момент. Ну, конечно. Смотри, всегда в этих... Присутствует человек-предатель. Есть такое понятие, человек-предатель. Человек, который сам себя предаёт, начинает предавать других. То есть каким образом это проявилось? Появилось у тебя. Как идёт этот механизм передачи информации? Это заражение. Ну, если человек заболел на физике, он имеет инкубационный период, который... Как бы он ещё не проявилась в болезни, но он уже заразный, может быть. Потом, если человек заболел, переболел, после болезни человек какое-то время тоже заразный. То есть есть для каждого заболевания вот это свой карантин. Для одних заболеваний 7 дней, для других 14, ещё для третьих 21 день. Точно так же происходит и в эфирном пространстве, на уровне информационном, на уровне души. Если человек носитель этого вируса, скажем так, энергоинформационного, то как это происходит? Кто это сделал? На что притянулось? И так дальше. Или в твоём пространстве его просто нет. Есть такое понятие. Вот человек принимает на себя то, что ему не положено. То есть это когда нарушены личностные границы или когда есть какой-то триггер внутренний. То есть на что оно цепляется? Где уже там есть открытые порталы? Хорошо. Всё понятно. Женя, у тебя есть вопросы? Хочешь ли ты, какая самая важная для тебя цель? То, что я прочитала в первом аспекте, это, безусловно, посмотреть Машину глобальную миссию. Я уверена, что она есть. То, что девочка, ну вообще... Хочешь ли ты ей передать информацию, чтобы она отращивала свои ручки и ножки? Да, конечно. У нас даже девчонки, у кого, скажем так, степень поражения при артогриппозе, да, вот нам ставят диагноз, меньше. Они даже удивляются, говорят, ну как так полтора месяца делать то, что мы делали в три? В общем, радуемся вообще всего. Конечно, передаю информацию ей, моим всем деточкам. Ты знаешь, что есть такой случай, что, по-моему, это в Америке было описано, что был мальчик, у которого жила какая-то рептилия. Саламандра. Саламандра, вот мне идёт, да, Саламандра. И он всегда видел, как эта Саламандра отращивает хвостик. И когда у него какой-то был случай, то ли пальчик, то ли ручка. Конечность, по-моему, у него полностью конечность. Полностью амбутировали, да, что-то случилось. По-моему, это рука была. Она у него отросла. А знаешь, почему? Потому что ему никто не сказал, что это только у Саламандра отращиваются конечности и хвостики. Он думал, он был уверен в том, что это нормально. И если разобраться, как работает наш организм, то это нормально. То есть нам навязали уверенность в том, что существует смерть. Это всё привнесённое. Что это регенерация органов, систем и конечностей – это не для нас. То есть если убеждать ребёнка, ну, видишь, у мамы есть ручки-ножки, и у доти есть. Они отрастают. Не говорить, что они есть, а говорить, они отрастают, уже вырастают. Вот скоро-скоро они вот уже готовятся. Почему? Потому что, конечно же, что в организме внутри есть процессы, которые стремятся к этой генетической, соответствовать генетической программе. И когда ты будешь внушать ребёнку, что вот-вот отрастают рученьки-ноженьки, ты будешь запускать эту программу. Потому что мы же творцы, и всё дано по нашей воле. Я сама лично видела бабушку, которой насчитывалось на тот момент очень много лет. Её моя прабабушка, которая умерла, когда мне было 5 лет, она умерла в возрасте 80 лет, то она эту бабушку помнила женщиной лет 40, вот на вид. Когда мне было 20 лет, я эту бабулечку видела, она несла два ведра воды. Я была удивлена, говорю, моей бабушке, говорю, как это она так видела? Я говорю, там эта бабулечка такая, она говорит, а ты знаешь, что никто не знает, сколько ей лет? И смеётся. Она говорит, она неграмотная, газета не читает, телевизор не смотрит, ей просто забыли сказать, что ей пора умирать. Вот это слова моей бабушки. Так что интересно, мне было, я приехала в Америку, мне было 50 лет. Через 3 года я приехала в Украину. И я там встречалась с моим дядей, а он именно живёт, ну как, он в городе живёт, ну там этот дом, наше родовое поместье, он там как бы тоже на лето ездит туда, там пчёлы у него и всё такое. И он говорит, эта бабуля ещё живая. Сколько ей лет, это можно просто догадаться, около 200. Ну, после этого у меня информации не было, что с этой бабулей случилось. То есть, есть такие примеры, когда людям очень-очень много лет, они просто не знают, что уже пора стареть и умирать. Так что всё в наших руках. Я думаю, тот кусочек, где вы сказали, сколько вам было на тот момент лет, нужно вырезать, пусть люди так же мучаются в комментариях, гадают, сколько вам лет. Просто я отраз смотрела, ну, получается, очередной там сеанс, на вас, на Женю, думаю, ну как так? Они прямо на глазах молодеют. Не, ну серьёзно, Женя похорошел, Вика, я вообще молчу. Думаю, как классно. А насчёт вот того, что у неё, получается, у Маши одна ножка, левая хорошая, а правая там, ну, скажем так, пяточка, и чуть-чуть вот вытянулась ножка. И мама однажды, ну, то есть не до конца, да, стопа сформирована. И мама однажды так играет с Машей, смотрит, моя мамуля. Она такая, говорит, Люба, слушай, мне кажется, у неё как будто ножка прямо вытягивается, как будто косточки начинают расти. И я такая, мама. Да-да, конечно. Да, так-то, всё, потому что я это просто увидела в эфирном пространстве. Это нужно, эту мысль внушать, об этом говорить. И ручки вырастают, и ножки вырастают. Потому что есть некий образец, как оно должно быть. Да, ДНК всё знает и всё помнит. Потому что убираем все причины этого дефекта и возвращаем гармонию, красоту и здоровье, и всё. Потому что мы творцы. Зачем это нам надо? Этого нам не надо. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу из сектора магии какая-то, как будто бы цыганка пляшет. В неё разноцветная юбка, как будто бы сделана из таких лоскутиков. И конец этой юбки вот так вверх поднимается и как бы пристёгивается в секторе принятия решений. А эта цыганка из-под юбки, как будто, ну, как из женских органов, как будто бы оттуда ждунок вынимает что-то чёрное. Я слышу. Союз безбрачия. И вот так напрямую, вот так передаёт. Получается, идёт двойная подключка. Одна в виде этой разноцветной юбки, как будто бы квадратики, как будто бы листочки такие разноцветные на белую ткань, как красные, синие, жёлтые такие листочки квадратные прикреплены. А другая подключка идёт напрямую с её, вот, ну, считывая целью талий, да, вот прямо, как такая струна. Вот. Ну, хорошо, Виктория, отсоединяйся от этой ситуации. Значит, тринедия в эфирном пространстве, эфирное тело, Люба, Люба. Один, два, три. Я её вижу. Я вижу, что она стоит и держит здесь вот так Машеньку. Ну, дети, они обычно находятся, как в области живота. А она вот так держит Машу, вот так высоко, как бы на уровне плеча, её голова. И вижу, что к ножкам такие идут, они считываются гипнотические связи. И они как-то уходят и в сектор интерферентов, и в сектор магии. А там, где ручки у неё, такие энергетические потоки от правой руки идёт за спину матери. Люба, а где правая ручка, то есть левая, то она спереди идёт. И как-то так оно потом закручивается, как спираль. И тоже уходит в сектор магии. А Люба выглядит, улыбается, вот как на физике. И волосы развиваются. Красивая Виктория, считаю, Виктория её эфирная венка, она леетит. Это она, но её кто-то считывает. В её энергосфере, вот с правой стороны, считывается какое-то лицо, чужеродное, чёрное. И оно тоже привязано к сектору магии. Она смотрит на него, просто сканирует. Спроси Викторию, у Любы разрешает ли она потрудиться с ней, для неё? Да, она разрешает. Так, кто это в секторе магии считывает её? Любу приказываю ему проявить согласно физической ДНК. Рассчитывая её, слышу звездочёт. Он выглядит как такой маг. И смотрит, как будто бы увеличительное стекло, какую-то чёрную книгу читает. Я слышу эзотерический аспект. У него шапка такая, я на него смотрю сзади. А он сидит спиной ко мне, как будто бы на таком деревянном... такая, как скамеечка деревянная, и выглядит, как будто бы это школьная парта. Как знаешь, скамеечка со столом вместе. Так, что это он делает? Это колдун, шпион. Шпионская программа. Так, что он делает по отношению к любым приказам отвечать? Он говорит, что он её уличает в преступлениях. Так, что он ещё делает? Смотрите, кто он такой, во-первых. Да, приказываю ему отвечать, кто он такой. Как мы его знаем, приказываем ответить. Оно считывается как шпионская программа. Идёт такими зигзагами. Так, кто истинный хозяин этого на физике? Кто на физике представляет эти программы, приказываю проявить согласно физической ДНК. Я вижу руку, ладонь. Как будто бы Люба даёт руку какому-то хироманту. Руку. Вот так показывает руку. И кто-то вот где рука, ну буквально я вижу, где линия жизни, вот так вот. Раз иголочкой, уколол. Так, кто это? Хиромант приказывает ему хироманту отвечать. Его имя кто он такой? Я вижу только вот это, вот это, вот это программа, этого звездочёта. А Люба обращалась, пусть скажет, к какому-то астрология, хиромантия, что-то вот такое. Но это вот связано вот как-то... Что-то такое было, я помню, да. Какое-то расследование мы ввели, был. Давай тогда посмотрим, что это за точка образовалась у неё чёрная вот здесь, на руке, на линии жизни. Я слышу соприкосновение с эгрегором магией. Колдовство, магия, колдовство. Убежать от жизни. И я вижу, как в эфирном пространстве Люба, вот в секторе магии, как будто бы держит ребёнка и бежит, как по ступенькам вниз, в секторе интерферентов. Убегает от жизни. Я вижу, что там образуется... Это гипотетическое пространство. Пространство, я слышу, вариаций. То есть это в этот момент, когда она обратилась к этому... Хироманту. Хироманту. Произошла, я слышу, утечка энергии, утечка информации. И в этот момент произошло... Вот в гипотетическом её будущем, которое выстраивает её божественная душа, как бы она подчинилась тем негативным программам. Я вижу, что в этот же момент к этому ребёночку... Вот это гипотетический ребёнок. То есть это модель её будущих событий, которые могут быть, могут не быть. То есть я вижу, что это её личная ответственность за вот эти искажения в пространстве Машеньки. Потому что появляются вот эти подключки у доченьки. Так, где это конкретное решение было, пойти к Хироманту? Я слышу, контракт звучит как упразднить свою судьбу. Отодвинуться от жизни. И я слышу, закодировать жизнь. И сразу появляется вот эта программа, считывающая. Вот. Так, кто является сторонами этого контракта, всем им приказываю проявить согласно их эфирных ДНК встать в линию. Так, в секторе интерферентов появляется какая-то сущность. Как гипноз с зубами. Выглядит как такая какая-то, как будто бы рыба. И с двумя клыками. Хвост утягивается вниз. Так, что какая-то программа. Рыба, рыба. Программа захвата души. А, вот есть христианская секта какая-то. Они там тоже рыбку рисуют. Да. Рыба, рыба. Что-то с этим связано, типа. Так, кто еще в стороны контракта. Так, в секторе магии появляется какое-то черное пятно. Кто-то там скрывается. Так, там кто скрывается, приказываем убрать все защиты на снятие магии колдовства, насчитывание информации и иллюзии, приказывая снять и отвечать. Кто он такой? Вижу, что там как-то накладывается энергии. С одной стороны, считывается, как хвост гремучей змеи, тарахтит. Чуть-чуть-чуть-чуть. Считывается колдун-шизофреник. Но энергии какие-то безличностные. Как будто бы это не человек, а просто, ну, как мы говорим, биоробот, да? Человек без души. Но я вижу, что там еще какая-то вот эта цыганка с таким, с этой юбкой. Сейчас я приказываю хозяйке, она считывается там женские энергии. Хозяйки этого. Хозяйки цыганка. Да, да, усилитель программ, диффузия. Сейчас я иду-иду дальше. Оно все как будто бы я проникаю в такое желеобразное пространство, как медуза. Я приказываю проявиться хозяйке этой юбки. Кто хозяйка этой юбки, приказываю ей проявиться, согласно ей физической ДНК. Странно. Я слышу Тарас и вижу, Тараса вижу, и он берет эту юбку, одевает, ну, вот так, одевает юбку эту разноцветную цыганскую. Ну, это как программа, имеется в виду, юбка. Да, интересно, а что она означает, сейчас я посмотрю. О, когда я смотрелась в эту юбку, там я слышу, Анна. А, он как бы, ну, у него была эта программа, помнишь, как это, женский орган на лбу? То есть он подчинился ее программам, и поэтому как будто бы взял эту юбку, потому что она ж не видит, она гипнотизирует, она сама, то есть у нее нет телепатических способностей, она просто выдумывает. И это навешивание ярлыков, а в психологии навешивания ярлыков имеет конкретное очень жесткое название, это как дьявольская манипуляция. То есть это очень мощный деструктивный метод, подход, недопустимый, ни в коммунитации, ни тем более в работе с подсознанием. Это нарушение личностных границ, и она цепляется, именно зацепилась за какое-то принятие решения. А, вот это, хиромантия, вот, это точка, я вижу. То есть и она сработала как усилитель этих программ. Так, приказывает Тарасу отвечать, что он делает в пространстве, Любовь. Он говорит, гипнотизирую. И он в виде этого колдуна, который сидит ко мне спиной, оборачивается, вот это, да, да, оборачивается и смотрит. И осчитывается, что через его глаза, как бы этот колдун смотрит. И считывается, что он играл, играл и не доиграл. Это касается Тараса? Да. А что значит играл и не доиграл? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что он одевает такие, как будто бы такая, два квадратика. Но я не хочу сказать, что это шахматная доска, потому что квадратика только два. Белый и черный. И он как будто берет из этого черного квадратика, как будто бы в этот квадратик положил, ну, это как шахматы, да. Но квадратика только два. Один вот этот белый гипнотический, а другой черный. И он берет, положил какой-то конек, конь. Фигура конь. Нет, сейчас я посмотрю. Он сначала как... А это ферзь почему-то идет. Нет, это ферзь. То есть я не умею в шахматы играть, но идет ферзь, но конек пошел. Конек – это не в смысле конь, а как выкинул свой конек. И я вижу, что этот конек, вот он натягивает такие, как резиновые рыбацкие сапоги, длинные, прямо до чересел. Вот, он туда идет, я вижу, одевает и погружается в такое черное пространство, как болото. И я вижу, что он достает, я слышу. Он чего-то там достает. Какое-то светящуюся энергию достал. А, вот это решение погрузиться в магию. То есть так срабатывают вот эти энергоэнергетические потоки. То есть его эти программы, у него не было высшей цели помочь человеку, а он как бы выполняет, идет на поводу у жены, которая фактически, ну не зря же говорят, инфо-цыгане. Ничего личного против цыган не имею. Живут себе люди, поживут, да. Но вот эта программа, да. То есть это врожденные способности к гипнозу. То есть… Странно все. Вот мне же удалось это увидеть. Ну, под разными углами, все разное. Так, так что он делает там, что это за гипноз? По отношению к любви он делает, что это за воздействие? Сейчас он встает, считывается как писарь, фальсификатор. И я вижу, что в энергосфере Любы была такая же вот эта энергия фальсификации, то есть переделывание ее жизненного пути по сценарию темных, скажем так. Вот эта точка хиромантии. И это стало для нее как триггером. Именно она поэтому заказала сеанс у него. Вот, но потому что она как бы должна понимать, что в сеансе регрессии самое важное – это телепат, а не спикер. Спикер – это очень важно, да, конечно же. Но важнее всего – это телепат, который видит, считывает действительно, что происходит. То есть у нее сработала эта программа, чтобы не помочь себе, а чтобы помочь вот этим программам негативным. И я так и слышу, чтобы родить дочь калеку. Но прячется этот какой-то хиромант на физике так и не проявился. Я его не вижу. Вот мы его уже как бы это в сеансе расторгали, скорее всего. Это уже отделилось. Да, но остались связи вот эти. Они считываются как гипнотические, как магнетизм. То есть вот это все сработало. Цель в прошлом воплощении, позапрошлом, было сфальсифицировать истории, чтобы достигнуть определенных результатов. Точно такая же программа была у Любы, и это триггернуло ее. Да. Хорошо, давай посмотрим, Виктория, контракт. Какие условия контракта? Я слышу отказаться от собственного личного жизненного пути. Принять аспекты программы, то есть аспекты Люцифера. Отдать дочь в жертву. Потому что весь удар пошел. Она, вероятно, очень сильно хотела родить девочку. И там был как бы переизбыточный потенциал, и оно туда энергия просто шуранула. Вот сюда. А здесь на уровне любви плечевые, то есть сила, да, проявление силы, добиваться того, чего ты любишь, чего ты хочешь. А вот именно сюда эти энергии пошли. Я слышу отдать дочь в приданное Люциферу. Да, она видит. Спроси, Люба, зачем ей это нужно было? Как будто бы какой-то тупик. Может, неправильный вопрос? Чтобы что? Для чего она это сделала, заключила этот контракт? Она, я вижу, показывает, как будто бы, знаешь, какой-то ворох набросанной одежды. И она вот это все вот так перебирает, чтобы достать что-то. А там изнутри, под этим ворохом, она говорит Машеньку. Так, а это Машенька? В каком пространстве находится эта Машенька? Так, сейчас я посмотрю. А эти одежды, они как будто бы вот эти разные юбки. И я вижу, что... Воскуты. Да, что есть какая-то ситуация, я вижу ее лицо, Любы, в секторе магии. И там как будто бы роды происходят. И я слышу потеря ребенка. То есть получается какой-то, знаешь, как лабиринт. Просто думаю, что это просто нужно расторгнуть этот контракт, отменить это решение, отдавать ее пространство под наблюдение этому хироманту. И точно так же, вот оно, видишь, я слышу ошибочное решение. То есть это, как говорится, если кто-то хочет излечиться, он найдет доктора, который его излечит. А если кто-то хочет заблуждаться, то он найдет такого доктора, который будет заблуждать его. То есть получается так, что она... Вот Аня фигурирует опять там же. Она как вот этот хиромант. Вот и она вот так там фигурирует. В ее программах, как исполнитель этих негативных программ. Усилитель. А Тарас, я вижу, вот, одел эту юбку. Вот так. Просто взял и одел эту юбку. Ну, как бы использовал. Как фартушок. Как фартушок. Вот так просто приложил. Эта юбка на нем. Я вижу, что в тот момент у него подключка к нижним чакрам идет. И я слышу, что таким образом пошла передача информации по этим энергетическим темным каналам. И у него подключка в сектор интерферентов. И какая-то двойная подключка, которая раздваивается и от сектора магии. В секторе магии цельнозор звучит. А, вот это играл и не доиграл. Не наигрался. Не наигрался. То есть он, я вижу, что он миссию по спасению своей души, как бы прекратил, не дошел до конца. Вот это мне идет, не доиграл. Не наигрался. То есть ему еще вот этот конек. То есть он дальше продолжал выполнять уже миссию своей темной сущности. своего эго. Он же говорил, нужно слушать, что люди говорят. Он говорил, у меня миссия. Он же мне сказал, что он идет на своих либо зарабатывать деньги. То есть моих клиентов, скажем так, эту клиентскую базу, этих людей, которые доверяют мне, раздеребанить, которые идут по пути просветления, раздеребанить для того, чтобы зарабатывать деньги. Нужно же слушать, что люди говорят. Они всегда говорят правду. Вот он это и говорил. Он идет выполнять миссию. Просто не уточнил, какой. Ну ладно, это его решение. И я вижу, как это, да, это его решение. Но если человек идет к такому человеку, то вот я вижу, как эти энергии просто перетекают. И вот держится вот на этом принятии решения. Это хиромантия. Хорошо, Виктория спросила Дмилы, хочет ли она отменить это похождение, забрать все ее решения, идти к магам. Смотри, там контракт просто звучит. Нужно посмотреть, кто там еще, на что она согласилась. То есть она согласилась, я слышу, потерять здоровье ребенка, потерять свой истинный жизненный путь. А что она взамен получила? Посмотри, Виктория, что она взамен получила? Когда она обратилась, когда, смотри, вот эти цельнозоровские энергии, они очень опасны, потому что он использует пси-технологии. Вот этот его символ, это вот это вращающиеся ножи, да, они способны как в лазейку влезть и обнаружить изъяны, которые сами по себе зарастают. Потому что наша психика работает, что когда мы сделали ошибку, потом мы это подумали, перестали это делать, то потихоньку это все подсознание пережевывает, дает подсказки во сне, интуиция, и оно все пережевывается и убирается. Ну, нет, тут находятся вот эти предатели рода человеческого, как говорят, для того, чтобы это усилить, да, то есть не дать душе освободиться. И вот эту роль сыграл как раз Тарас с Аней. Так, что-то я прослушала, Виктория, что она получила взамен, Людмила. Ну, тоже. Люба-люба. Что она получила? Ну, так оно и звучит. Ребенка-инвалида. Хорошо. Сейчас я ее спрашиваю, хочет ли она поменять это, решение, и забрать ее всю божественную силу, мудрость, гармонию, всю энергию, и отменить это решение, чтобы вернуть своему, в том моменте, своему ребенку, который был только в проектах, в гипотетическом пространстве, силу, здоровье, ножки, ручки, гармонию, я вижу, как буквально вот так вот, как будто бы пальчики, вот так, пух, как будто бы выскакивают откуда-то, знаешь, с этой темной энергией, и вижу, как эти ленты, которые с крючком, уходят в сектор магии, и Тарас забирает эту юбку, я вместе с этой меткой, он прицепился, именно это сработало, интуитивно, конечно же, на подсознательном уровне, вот эта метка, я вижу, как эта метка, ему прямо как в третий глаз, бум, то есть ее метка, которая вот здесь была, потому что, как говорится, за что боролся, на то и напоролся, это всегда так срабатывает, вот, я передаю Любе, чтобы она сейчас стерла всю информацию, похождения к этим эзотерикам, чтобы она отменила ее решение доверять людям, чужим людям, гороскопам, хиромантам, и пусть она возобновит свой внутренний критик, я вижу, что она как будто бы вырывает чей-то клюв из своего, своей души и сердца, так, а вот она схватила с таким клювом, кто и такой, я вижу, что это какая-то сущность, какая-то очень большая, я ему приказываю называться, кто он, а это коготь такой, какой-то белая, считывается гипноз, кто хозяин этого когти, приказываю проявить согласно эфирной ДНК, я вижу, что это вот этот человек, который делал ей считывание по руке, он считывается как шизофреник, то есть у него полностью раздвоенная личность, и считывает эти программы, то есть вверх взял этот дух, которым он наполнен, и в этом человеке нет ничего человеческого, ну, потому что человек никогда не будет это делать, нормальный человек, он даже если не будет ничего, светлой душой не будет делать, она понимает, что это неправильно, что каждый должен сам решать, что ему делать, на эфирном плане, это сущность, это буквально как гипноз выглядит, то есть это соединение гипноза и магии, и это, я вижу, тянется, связывается, кто-то держит каких-то детей на руках, крещение, крещение младенца, ритуал, я слышу, ритуал передачи дьяволу, либо хочет отменить крещение двух девочек, Вероники и Миры, я что-то подумала, что это имя звучит Вероника, а это же у меня подруга Вероника, я думаю, при чем тут она, это девочка зовут Вероника, я вижу, как она соединяет отсюда, где вот это принятие решений, там контракт, сейчас я вижу, она стоит, огромная книга, и там напечатана книга, на каком-то, я слышу, старославянском языке, мертвый язык, мертвая душа, вот это все написано в этой книге в какой-то, это как будто бы церкви, там написано, и я вижу, что кто-то записывает имена, и вот эти маленькие ручечки, этих девочек, как будто бы отпечатки в этой книге, я слышу, передача младенцев дьяволу, а Люба, как бы в этой ситуации, становится как бы ответственна, и передает этим девочкам свои негативные программы, вот эти оранжевые энергии, то есть эти программы предательства, как какой контракт, смотрю, схема на контракт, кто в контракте стороны этого контракта, приказы проявиться, я вижу, что это выглядит вот так, что она как будто бы сидит перед таким черным экраном, сидит именно, не стоит, а сидит, и левую руку вот так просовывает, как будто бы, и эта рука чернеет, так, то есть это означает, что она кармически ответственна за предательство этих детей, и вижу, как от этой руки тянется черная подключка в сектор магии, а в секторе магии я слышу речитатив, священник что-то однотонно там отчеканивает, что-то, у них речь такая или пение, или речь странная, такая гипнотического, этого, приказываю этому священнику отвечать, что он делает в пространстве Любы, он тоже говорит, гипнотизируя, он выглядит как программа, как будто бы сделана из какого-то золота, золотого свечения, на голове такая вот как, обручь может, не-не-не-не-не-не-обруч, похоже, как индийский купол, но весь из таких золотых нитей, и весь он такой выглядит, как, я слышу информационный код, информационный код, то есть это передача программы, и у него тоже подключка к какому-то черному, просто вот так, как будто бы его в разведку тыкнули, вот этого, в секторе магии находится, да, да, находится, я слышу, РПЦ, это, РПЦ, отдельно, вот РПЦ, это черный такой, я слышу, магический ритуал, и там такое пространство, и глаз, глаз, вот огромный такой глаз, это считывающая программа, и я вижу, как эта программа сразу же побежала по этим, я никогда такого раньше не видела, она по руке побежала, по этим всем, потому что человеческое тело отображает психоэмоциональное, информационное состояние, есть наука физиогномика, да, как по физиономии, по жестам, по всему считывается информация, то есть, человек свое тело формирует в соответствии с своим сознанием, я вижу, что руки тоже несут информацию, и оно сразу там побежало, побежало, вот именно во время крещения этого, то есть, она подключилась, я слышу, синдром слабоумия, так, что это такое? слабоумия, что это значит? Я вижу эту черную книжку, то есть, в секторе магии, там, где вот этот РПЦ, там такая черная книжка, и там считывается синдром, то есть, передается синдром слабоумия, как говорят, например, живой ум, а это омертвение, ну, потому что, там же же, объяснять, ну, человек не пойдет туда, а если пойдет, разберется, вот как я тоже, и там же, все, у них тайна, все тайна, и одни догмы, то есть, человек принимает эти догмы, но и не задумывается, что это противоречит здравому существу, только гипнозом, да, можно, влезть, соответственно, все технологии, гипноз, нормальный разум, я вижу, как любая, видит, она увидела эту ситуацию, и смотрит на, вот так достает эту руку, из этого черного пространства, и видит, как они, вот ее, здесь на руке прописаны эти все события, ее жизни, как шарики такие, и к этим шарикам, к этим событиям, вот привязана, вот такие энергии, так и считывается, РПЦ, ну, потому что, РПЦ, это уже, как бы, прислуга, КГБ, а не, организация, Бога, скажем так, и вот они считывают, то есть проникают своим черным сознанием просто в эти события, вот, и я слышу предательство себя, то есть оно привязано на программу предательства, и когда, вот я вижу, она, хочу посмотреть, когда это, вижу, какая-то ситуация, и какая-то девушка в платочке, в платочке, какой-то еще один контракт, она что-то, ходит, как будто бы в церкви, и так, голову наклоняет, и такой гипнотический белый платок, я вижу, она целует, а это Люба, она целует, как будто бы икона такая, и там, ну, такая рамочка, стекло, а с этой рамочки, там, где их губы прикоснулись, там, как ноги, такое изображение, плоское, как будто бы Иисус, но он черный такой, весь, и в тот момент, когда она прикасается, вот так оно идет, этот Иисус, как подключка такая, она считывается, как предательство себя, принять предание за действительность, на подсознательном уровне, она же, конечно, знает, что это выдумка и ложь, но вот дань традициям, скажем так, я передаю Любе, видит ли она, о, она ломает эту икону, я вижу, она правое колено, так стукнет, и это стекло развалилось, какое-то двойное стекло, стекло, еще одно стекло, серебряная такая, какая-то рамочка, и это внутренность этого потекла, этого Иисуса, все, она топчет ногами, и в этот момент я вижу, как она, как снимаются сапоги, вот эти резиновые, одновременно с Тараса и с нее, я вижу, что она отказывается принимать эти энергии от Тараса, и вижу, как он вылетает из этой парты, писаря, и это все уходит, я ей передаю, чтобы Люба отменила эти все похождения по этим эзотерикам, вернула целостность, гармонию своей божественной душе, и закрыла все порталы утечки энергии, и посмотрела, где тот гипноз, самый первый, вот самый первый гипноз, я вижу, я увидела, как кто-то ее ударил по попе, так что она аж прогнулась, маленькая девочка, я слышу, отец, отец, Александр, я вижу, что им руководила эта черная рука, то есть, вверх взяла его черная, это темная субличность, и я вижу, в этот момент, она как будто бы стала на цыпочке, у нее раз такие крылышки, как у бабочки появились, и она пишет, говорит, слушаться папу, то есть, вот эта программа послушания, послушания, потому что не зря же говорят послушницы, то есть, слушай, принимай, не включай мозги, не ищи логики, и так дальше, я спрашиваю, видит ли она, что произошло в тот момент, я вижу, что произошла какая-то, а я слышу, диффузия, и какая-то ярко-зеленая энергия, как изображают, какое-то воздействие, матрицу, вот такое, шух, такая энергия пошла, ярко-зеленая, вот так образовалась, как бы, взаимодействие с той черной рукой, и я слышу, что она приняла на себя роль предателя в тот момент, потому что все программы предательства работают на обе стороны, человек, который сам предает, предает и других, и темные это используют, то есть, коллаборация с насильником, я передаю ей, что она может сейчас папе показать, что он ответственный за неправильное воспитание, и она может отказаться принимать его. Я вижу, что это мальюская девочка, она ему вот так, но, 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 но. Пальчиком машет. И вижу, как эта рука от ее попы уходит, и вот эта энергия ее, где попа сидит, а, вот почему она сидела, видишь, как она проявляется, вот почему она сидела, почему-то раз сидел, потому что у него есть эти триггеры, да, свои, и она свой к своему, как говорится, примагнитилась. Вот. Я передаю любви, чтобы она вернула все ее энергии, она их призывает со всех мест, где она теряла ее, где она предавала себя, где она предавала других, пусть простит себя, простит других людей, которые поддались ее неосознанному влиянию. Я вижу, как буквально это пространство, как выворачивается наизнанку, и вот эта куча этих юбок вот так сходит, и выходит какая-то огромная энергия, считывается дочка, Машенька, огромная, но точно она как богиня, огромная. Я с ней хочу поговорить. Я передаю ей информацию о том, все, что было. А она вот так стоит и как бы снимает из пальчиков такие черные подключки. Я ей передаю, что она сейчас маленькая девочка, и что ее мама в унисон ее божественной душе хочет, желает на этом сеансе полностью освободиться и освободить ее и Марка. Марка как будто бы резиновая штучка такая на рту. Так. Так, что Машенька принимает информацию. Я ей передаю, чтобы она выталкивала эти чужеродные энергии, и вот этот спрут, пусть она и она ему приказывает, пусть забирает все подключки. Потому что Люба желает освободить ее собственную душу и ее сознание, и я слышу, что ее гипотетический потенциал. Я передаю Любе, чтобы Люба зашла в тот момент, когда она нарушила равновесие в своем гипотетическом в своем гипотетическом пространстве формирование будущего, и все наладит в соответствии с ее божественной волей, как она сейчас желает. Пусть она сейчас принесет туда волю, то есть как она прочитала в аспектах. Абсолютную свободу ее душе и ее детям, гармонию, целостность, процветание. И в этот момент от Машенька вот это как пух, от пальчиков это как присоски такие отскочили. И она поднимается вверх, и она уже не лежит на этом плече, где была как черный погон имплант у Любы. Я Любе показываю на этот имплант и говорю, что она сейчас может избавиться от всех этих негативных программ, привязок, контрактов. И я слышу «различить». И вернется ее способность развлечения, добра и фальши. И я вижу, как она забирает свою руку там, где этот контракт был. Я передаю, что эти все считывающие программы, которые принадлежат антимиру, нарушили ее личное пространство. эти все колдуны, этот священник, Тарас, Аня, их подключками, пусть все до самого низа, прямо до этого Люцифера, пусть собирают все их воздействия, все претензии. И вот сейчас эта черная рука хиромантия улетела, и вдруг я увидела, как в пространстве Любы появилась скрипка. Как будто бы из красного дерева красивая лакированная скрипка и такой смычок. Сейчас я посмотрю, что это за скрипка, кому она принадлежит. Так, я вижу, что к этой скрипке есть много подключек, они все тянутся в сектор магии. Много-много таких, как ниточек, еле заметных, прозрачных, и к каждой ниточке привязано в пространстве летают такие разноцветные квадратики. И я вижу, что это разноцветные, я подумала, что это такое, и вижу, там Аня лежит. И когда у нее вот такие информации выходят изо рта, как такие шарики. И они превращаются, как я слышу, блокады. То есть она от себя говорит, и это такими, как программками становятся разноцветными. А нахи идет, внушение. Так, а скрипка, что это за скрипка? А скрипка, что это снова, она идет, как утро сошло, играл до недоиграл или переиграл, недоигрался. Вот это я слышу попытка заставить Любу играть по правилам. То есть это раз они в этом сеансе в их нем заставили принять их видение их программы вот эти да и играть вот эти ниточки да 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 они как усилитель этого считывается то есть всех негативных программ которые были в пространстве мало того что они не растурбили никак не помогли очиститься то они еще усугубили положение дел и вероятнее всего что это и позволило этим программам сработать и что не до конца сформировалось тело тельце машинки хорошо видит люба вот эти все подключки к этой скрипке все эти воздействия она видит и смотрит что это на плече лежит именно там где у нее этот имплант скрипка почему-то считывается рожок я не знаю как она скрипке называется эта штучка такая там как будто бы то что на плечо ложить она вы так при присоединилась именно к плечу там где вот это ее доченька лежала прислонилась к этому прислушивалась к этим программам материнским хорошо если хочется если бы отменить это решение принимать эти чужеродные правила игры в основе ее суверенность я вижу как она эту скрипку берет вот так и отдает вот этому колдуну который там сидит и вдруг этот портал закрывается я спрашиваю Люба какое чувство она она же вероятно чувствовала что что-то не так во время сеанса почему она позволила вот я смотрю в ее ну как бы говорится святое святых потому что мне позволено туда смотреть это внутри ее души я вижу что я слышу что душа как бы вот это сокровенная код души это сокровенная часть или святое святых оно считывается как заблокировано я вижу что там как такая металлическая пластина стоит и такой снова я слышу рожок оно выглядит как такая дуга рожок и это серая металлическая пломба это пломба она тянется сектор магии от рожка идет сектор интерферентов черная подключка и а люба не вызывала духов она идет сектор духов ну короче сейчас посмотрим кто хозяин этой пластинки этой пломбы приказываю хозяину проявить согласно его эфирная венка кто хозяин там появляется какой-то манипулятор он считывает манипулятор муж и он движение делает но как извращенцы делают это на в каких-то публичных местах показывают свое достопримечание почему-то он стоит и вот так вот это делает но у него сильнейшая подключка именно к этому месту сектор интерферента считывается что он одержим у него инициация ну ладно а что он делает пространстве любы я слышу что он готовит ей развод что это он готовит сейчас я посмотрю где он к ней подключен а я слышу к основным энергетическим центром это в душу в сердце потом где-то где желудок потом матка и потом вот так как бы через промежность по позвоночнику и вот так оно как электрическая сеть и вот через третий глаз образно говорю вот так вот выходит когда это он подключился к любе когда это произошло он говорит что он младше ее он говорит что он мальчик он ее обвиняет говорится на нее девица себе на уме когда он подключился к любе что это было за событие я слышу проекция это проекция проекция свадьбы вероятно планирование свадьбы или что какая-то проекция и я вижу что это связано с той с той точкой с этой хиромантии но эта точка уже как бы считывается только в его пространстве я передаю любе что видит ли она что этот человек подключен пусть она ему приказывает убирать все его эти а оно похоже как щупальца медузы вот эти все подключки чтобы он убирал все подключки пусть она освобождает все ее пространство она буквально как будто бы отрубила это все я вижу как она вытаскивает вот так из между ног такой какой-то диск диск с такими серыми такие тоже такие же пластинки круглые я слышу что он передал информацию дефективный ген который сработал в машеньке вот хорошо отказывается принимать эти дефективные гены да она может сейчас отказаться от интимных связей духовных связей и вообще пройти мимо этого человека и убрать все воздействие от него я вижу какая-то энергия считывается как машенька но она почему-то красная просто вылетает как из сектора интерферентов я передаю машеньке чтобы она забрала всю ее чистую божественную энергию все чужеродное пусть отправляет обратно и аннигилирует любую коллаборацию с антимиром и пусть она очищает ее пространство от отцовской генетики и она может наполняться своей собственной энергией ее божественной души а все чужеродные энергии пусть отправляет портал на аннигиляцию и я слышу от нее идет информация я расту я ей передаю информацию чтобы она нашла тот идеальный код своего физического и духовного совершенного тела и возобновила код ее божественной души она говорит что она пошла по стопам отцовских программ я ей передаю что она может сейчас отцовские негативные программы информацию информацию отцовских и материнских генов заменить на свет гармонию совершенства которые есть в информационном поле ее высших аспектов души пусть она все это отменит и начнет ее жизнь здесь и сейчас снова с чистого листа в абсолютной гармонии вот она как будто бы появилась в таком сияющий свет и любая туда же вслед за ней как будто бы вы так раз вижу ее голову она снимает щит какой-то защиту щит защиту с правой стороны какой-то серый щит защитная реальность да как пластина я передаю любя что это ее личное пространство пусть она растворяет все эти чужеродные конструкции чипы импланты пусть наполняется светом и гармонией всего но вот это снова идет что она как будто бы свистит вот так в пальцы сейчас уже второй раз поэтому я должна посмотреть что это означает это считывается призыв призыв ее частиц потерянной души я ей передаю чтобы она абсолютно со всех информационных пластов она как будто бы их вот так поднимает ищет вернула все частицы ее божественной души возобновила целостность ее физического тела с ее физическим разумом а также разумом и с ее всеми высшими аспектами божественной сущности поясина стирает генетической памяти все коллаборации с антимером стираю всю информацию с антимером которая касается ее выбирает все ее коды доступа забирает восстанавливается верните так я вижу у нее на левой руке доченька и она ее вот так как-то отпускает и она с крылышками как ангел я показывает пальчики ножки все есть а мальчик как будто бы за пределами в каком-то темном пространстве возле правой ноги находится что это за пространство какое-то пространство скромное он там стоит возле правой ноги а правая нога как будто бы знаешь как говорят баба яга костяная нога то есть как будто бы нет плоти а только кости и он почему-то вот так возле этой кости стоит и у него на руптике вот такой как квантус вот что-то такое что за энергия что это за имплант такой этот алантус так я вижу что он как бы направляется вот так в секторе интерферента но потом переходит в сектор магии кто находится в секторе магии приказывает проявиться согласно физической днк там кто-то как будто подвое вот так переворачивается чух чух какая-то программа или что сейчас я посмотрю любовный дуэт это я слышу мать момент воплощения момент воплощения это имеется ввиду зачатие ребенка да что произошло негативно по отношению к этому ребенку в этот момент я вижу что отец как будто подито кляп поставил черную печать приказывает амацию отвечать что это он поставил что это он сделал он говорит что передал сыну говорит передал сыну свою клябру клябра это что такое что это за клям бра я слышу это как печать дьявола доказательства это как скажем коллаборация доказательства я слышу вины перед богом негативные негативные какие-то программы я слышу генетический дефолт так видит любая что вот эта печать проникла в ее сына да она видит и я вижу что это же печать отложилась и в ее пространстве буквально считывается в пространстве гениталий то есть пространстве рождения это вот как как храм где рождаются душ так то истинный хозяин этой печати приказываем проявить согласно его эфирная днк я вижу хвост рептилия прямоходящие как крокодил не то крокодил не тот человек гребень сзади такой по хребту идет и длинный хвост а морда какая-то серая наполовину человеческая наполовину рептильная лапы рептильные с когтями походит на задних лапах в секторе интерферентов находится считывается как дракон приказывает и сущности отвечать что оно такое он осчитывается печать несовершенство а отпечаток греха падения отпечаток первичного греха оно считается как изъяна как изъять так это что вообще как сущность или игры игры для программы информационный это рептилоида не существует это так считывается энергии которая показывает рептильную сущность рептилия вот крокодил говорят слезы крокодила он жрет без сожаления свою жертву то есть это отсутствие человечности да то есть равнодушно из текса в гости отсутствие высшего разума стри понимания своей божественной сущности отвержение она в света уважение к жизни своей и к жизни других он нарушитель границ вот поэтому это рептильная энергия эти рептилоиды эти все спрутой это не сущности а это энергетические показатели она такие и звучит как показатели то есть она показывает человеку характера них энергии так кто хозяин это этой сущности приказывает проявиться согласно эфирной днк считывается демон власти над человеческой душой и стоит какой-то демон а внизу вот какая-то кто и такой приказуем отвечать истину душа человеческая как будто бы валяется на полу между ног а он стоит и извиняюсь за подробности испускает семя на эту душу это вот его отца кто этот ангел-гласса демон он учитывается люцифер от их пространство этой матрицы где обитают эти все программы матрица это чьма посмотри виктория если у этого люцифера частички души любые сына и марка да есть вот когда она вступила в половой контакт с этим человеком то я вижу что вот этот как диск такой это такая программа которая сразу захватила так таки энергетические компоненты я передаю люблю что она может выйти из этого они как будто бы вы так кувыркается в этом на на постели но я и а я вижу программы как единое целое вот это да и создается бог я вижу что там отсутствует как бы высокие чувства это как как любовь отличается от секса ближе к животным чувствам да только на животном и раме секты без возвышенных чувств хорошо если люба хочет пусть она расторгает все контракты с этим демоновой власти любую коллаборацию отказывается я вижу как этот мальчик марк он снимает вот эту штучку и говорит я говорю я передаю ему тоже что его мама желает ему добра счастья процветания и пусть он очищается от всех его контрактов имплантов чипом и в этот момент у любы отлетает вот этот погон так называемого плеча то есть вот эта прицепка это как металлический предмет он как магнит вот и она поднимается вверх я передаю чтобы она очистила все ее пространство генетическое от всех мужчин которые были в ее пространстве и возобновила целостность и и божественного божественной сущности и восстановила ее тот генетический совершенный код который она получила при сотворении и пусть она закрывает все я вижу как из ее сердца вот выходит вот это пломба я передаю ей чтобы она вас ой начинает вот это сиять внутри она не сияет а вот так вот это сокровенно на ее часть я передаю чтобы она закрыла ее подсознание берегла свою душу код своей души никому не показывала а я вот так от отворачиваюсь чтобы не смотреть чтобы не влиять на на это и она ох и как будто бы какой-то квантовый скачок и она просто совершенно в другом пространстве очутилась она закрыла на она избавилась от гипноза я и передаю что она полностью восстановила работу внутреннего критика восстановила целостности ее всех пространств я вижу что ее дети находятся в видео пространстве этом где они должны быть я и передаю чтобы она очистила от со всех информационных полей сняла всю негативную и почистила все ее пространство все что касается ее рука ее разум и и квартира все 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 ее пространство и родственники родовое древо пусть наполняет светом гармонии процветанием здоровьем целостностью я сейчас прошу машинку она с крылышками сидит чтобы она показала свои ножки пальчики вот к правой ножке еще есть какая-то подключка а пальчики как целостные нормальные но какая-то программы там как будто бы стеклянные я передаю чтобы она оживила все ее пространство и приказывала интерферентом убирать любые воздействия и она вот так ножкой трясет и этот дракон уходит я передаю марку тоже и люби чтобы они полностью очищались от любых претензий антимира и отдают любые эти претензии и карму за вмешательство их пространство энергосфера любые вот сейчас раскачивается плотно и большая поднимается вверх это означает что проработано все такое легкое пространство и так покачивается поднимается вверх все проработано виктория хорошо если хочешь либо передаст информация при освобождении кому она хочет просматриваю специальную руку посмотрела и вижу там крылышки то есть она освободилась от этого я и передаю чтобы она эту энергию гармонии и радости счастья здоровья абсолютного закрепила в своем сознании и пусть всегда ее духовный взгляд будет направлен на процветание гармонию жизнь на источник жизни хорошо так был такой еще вопрос она доверила своих детей любили торогом массажистки ольги и наталья ольга рассказывал что увлекалась эзотерикой если от этой ольги какие-то воздействия на нее или сработали ее программы предательства но по которым она же и притянула тараса сани чтобы усугубить ситуацию этой же причине она притянула этих я передаю чтобы она отменила это решение она хочет да она это отменяет хорошо это реальность очищает все хорошо очищаясь последний вопрос либо хотела узнать почему ее и семью позволено в кавычках кидать на деньги то видимо связано с ее отцом александром и судом который призвал кого-то там шамада выплатить какую-то компенсацию но мне идет что это никому не позволено то есть это программы внутренние программы срабатывает таким образом а на самом деле никому это не позволено запретить до запретить потому что это решение отца решение матери этаж не и и поэтому этого в ее пространстве нет она как бы в тянут давайте отношения но она отвечает точно только да это все программа жертвы и программа вот мне идет вот снова я увидела вот эту точку на что это как бы передача ответственности за свою жизнь чужие руки люби чтобы она сделала полностью всю ее божественную жизнь и все собственные руки под ее собственную протекцию и под протекцию первотворца жизни все засияло хорошо виктория отсоединяемся от ситуации поднимаемся все вместе максимально вверх до спасибо любые все ли мы сделали для нее и детей на этом сеансе да она нас благодарит ну хорошо молит прощаемся с любая с детьми и отсоединяйте виктория от всех и всего проверь твое личное пространство да все чисто наполняемся светом жизни любовь гармонии спасибо вот я не устаю поражать насколько правда это дар серьезно дар насколько вы четко без лишних слов без лишних виляний находите причину помогаете и я я без лишних каких-то комментариев скажу что моя жизнь поменялась даже сейчас будучи на сеансе да когда мне где-то что-то вылезает касаемо магов какие-то колдунов это настолько мне кажется что уже вообще не про меня у меня же даже такой какой-то позыв такой неприятный на это все и думаю господи как я могла вообще-то все ляп ляпаться в свое время и сейчас это на просторах интернет или кто-то мне говорить про эзотерику я все я понимаю что стоп нет больше нет я больше к этому не прикоснусь никак и скач Typ 2 знаете скач м и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...